Девушки, а не хотите ли со мной выпить? Ну, здесь. Не, ну просто выпить предложил бы что-то. О! Парень, а не хочешь ли раздевить со мной свою бутылку, а? Ты кто такой? Вообще, я спортсмен. Уйди, пьяница. Девушка, а не хотите ли со мной выпить? О, боже, выхажись, баскетболист. Всегда мечтала заняться баскетболом. Как раз рост подходящий. Ты кто такая? Вообще, что тебе от меня нужно? Уйди. Всегда мечтала этим заниматься. Ха-ха, с тебя не выйдет баскетболист. Отдай сюда мяч. А может, все-таки выпьете, да? Иди отсюда, лукаш. И как мы здесь вообще оказались? Кто вы все такие? Ну, я не знаю. Что это было? Панда, кажись. Да я вижу, что панда. Что он здесь делает? Черт, я только хотел выпить ему, конечно. Мы находимся в теоретическом, гипотетическом, одном из параллельных миров. Но мне поможет мой амулет. О, коробочка. Эй, отдай. Это моя коробочка. Отдай. А может, все-таки выпьем? Ладно, как ты думаешь, как мы сюда попали? Ах ты ж... Уйди от меня. Я не низкого роста. Это все виноваты параллельные миры, которые нас здесь зазвали. Ну ладно, не обижайся. Держи коробочку. А может, выпьем? Детец, это алкаш. Задолбал. Ну? Вообще, задолбали. Где мы? И кто все в этом виноват? Ездите. Так это ты? Верни нас обратно. Что вы от меня хотите? Мы хотели отбросить домой. А я хочу выпить. Я понимаю. Вы хотите вернуться, но каким детородным органом я к этому причастна? Ты виноват. Раз виноват, может, выпьем? Ну ладно, достали, проваливайте. А ты чего такой грустный? Да вот, выпить со мной никто не хочет. С тобой хоть выпить. Со мной не то, чтобы поговорить. Защитить некому. Представьте себе ситуацию. Гуляете в окопарк, у вас отличное настроение. И тут к вам докапывается, скажем, гопник. Типичный орд под 90 килограмм ордерского мяса. Ну, все идет по задуманной схеме. Орд начинает вас к вам приставать, задавать разные вопросы, чтобы найти до чего докопаться. Ну, вы, собственно, понимаете, что весит под 90 килограммов. Рукопашку вам реально удастся его победить. Потому что... А ты просто предложи ему выпить. Не с моим весом. И вот в этот момент вы должны вспомнить, что вы Макс. И нужно использовать магию. Магию, как будто. Ну, орк. А орк хочет выпить. Я знаю. Безусловно. Вы должны потянуть время. Заговорить зубы орку, для того, чтобы подготовить заклинание. И тут вы задаете ему вопрос. Скажем, стой, стой, а ты веришь в магию? Да, да, в магию. Ну, сейчас покажу. Вы достаете из кармана газовый баллончик и брызгаете им в лицо орку. А водкой можно? Нет. Это заклинание ослепляет, отравляет, перекрывает дыхание нашему врагу. Да понял, конечно, дыхание перекроет, как пукнет кто-то. В этот момент вам нужно пытаться догнать или обойти врага на несколько шагов, так как, скорее всего, он отойдет или попытается убежать. Первое заклинание удалось удачно, поэтому надо закрепить результат. Советую давить его палкой, бутылкой, любым подручным предметом или ударом на бой в пах. После этого надо выкинуть разряженный магический предмет, перед тем удалить его следы владения вами. А проще выпить. Ну и, следовательно, покинуть поле битвы, дабы не дождаться подкрепления орка. А потом с ним и выпить. На, ну, голоднее немного. Да не бойся, не паленыш. Молодой человек, все, извиняюсь, по увлечению немашиноленцев, а для общественной действия, это соединение 51-ое. Вас спасаем! Ты, 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 шо, такое малое, а? Может, кто-то выпьет, а? Я хочу! О, хочешь? Ивритам нету ничего. Есть, ну шо? Сувата бросаю. О! Апократно. Апократно.